всем привет приехали мы айваден очень важный для чехии город этот город находится совсем возле праги 50 километров от праги и у него все шансы были стать обычным тихим провинциальным городом но нет не сложилось как по-чешски будет слово вред если перевести с русского на чешский так вот слово вред переводе с русского на чешский будет шкода только вот вреда шкода чешской республики не принесла одну только пользу да мы приехали в очень легендарный город где рождается легенда и на самом деле я вообще не не любитель большой всяких таких неинтересных историй о машинах ну есть конечно интересная история машина но я большой любитель интересных историй о том как что-то создавалось истории людей и история шкоды очень на самом деле интересная и мы вам ее сегодня только расскажем но мы сходим туда где производят этот народный автомобиль кстати пока мы ехали по молодые болеслав основное основные автомобили здесь по понятным причинам шкоды так кстати город очень красиво очень уютно и очень чистый ну понятное дело здесь в этом городе не бывает безработицы здесь есть деньги в этом городе отсутствует безработица и отмечается один из самых высоких уровней жизни по стране а до праги отсюда всего 50 километров город млада болеслав был основан в десятом веке и назван в честь князя болеслава второго его основателя приставка млада то есть молодая появилась из-за того что в чехии уже был на тот момент замок болеслав за всю свою историю город постоянно развивался дважды получал статус королевского города но самое важное событие с этим городом случилось в конце 19 века именно тогда здесь встретились два человека одного из них звали ватслав и был он торговцем книгами а второго звали тоже ватслав но он был механиком оба ватслава были людьми предприимчивыми и быстро нашли общую цель сделать деньги на производстве велосипедов но тогда в девятнадцатом веке наверное даже они не догадывались что однажды весь мир будет в кармане у их предприятия дело пошло успешно причем до такой степени что в 1899 году они уже выпускали не только велосипеды но еще и мотоциклы под маркой из своих фамилий лаурин и клемминг так началась история одного из самых легендарных автогигантов шкода да да млада болеслав не только город машин но еще и город самолетом здесь собрали первый чешский самолет это все что я знаю самолетах из младой болеслав пока мы сейчас гуляли по городу 90 процентов конечно машины которые запаркованы везде это шкодовки volkswagen кстати тоже есть но в основном шкода еще понравилось название ресторанчика здесь мы видели шкода на заид как бы зря они за если не зайдете в общем слова шкода здесь используют и видите снимала здесь шоу самолетное что он вытворяет только посмотреть город очень очень симпатичный очень ухоженный самолет так продолжает смотрите очень красивый город благодаря кому благодаря вот шкода она здесь везде я так понимаю это огромнейший завод много мы сейчас пока ехали много всяких помещений шкоды склады видимо какие-то цеха и посмотрите на этой парковке здесь они шкоды стоят тоже вот когда бизнес велосипедами и мотоциклами стал очень успешным поставили себе в ватслову новую планку создание автомобилей сказано сделано так в 1905 году фирма начала выпускать автомобили и они пользовались спросом а к началу первой мировой войны дела у лаурин и клемминг были настолько хороши что можно было позволить себе открыть представительство других странах и крупных городах шкода 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 синяя это не шкода едет там две шкоды стоит город млада болеслав машина с украинскими номерами это шкода тоже шкода едет в общем здесь можно считать шкоды думаю здесь их самая большая концентрация но на несколько десятилетий раньше чем возникла компания лаурин и клемминг один инженер вернулся из германии в свой родной город позей звали инженера эмиль шкода сплзни эмиль шкода стал главным инженером небольшой литейной фабрики пузенская фабрика выпускала оборудование для шахт паровых моторов мельниц и части для железнодорожных депо и станций а в 1869 году эмиль выкупил фабрику перенес ее из центра города на окраину и начал расширяться через 20 лет компания эмиль шкода уже была крупным производством способным выпускать литье для огромных военных кораблей и сахарных мельниц возможно бы так все и продолжалось и лаурин и клемминг никогда бы не пересеклись со шкодой но в историю вмешалась первая мировая война выпуск мирной продукции у компании шкода существенно снизился зато по производству военной техники она была лидирующей после первой мировой войны компания лаурин и клемминг продолжила развитие но 28 июня 1924 года на предприятии разгорелся пожар который уничтожил значительную часть техники хотя техническое оборудование заменили на новое и в ноябре двадцать четвертого года она была установлена в новых зданиях лаурин и клемминг оказались в тяжелом состоянии их модели из-за устаревшей концепции с трудом составляли конкуренцию на внутреннем рынке машинам чешских компаний прага и татра масштаб производства стал небольшим а вследствие этого цены на продукцию очень высокими финансовые вливания были необходимы как для расширения производства так и для разработки новых моделей поэтому в 1925 году лаурин и клемминг объединились концерном skoda торговая марка сохранилась только в виде логотипа на внутренней отделке салонов автомобилей класса люкс а фирменным знаком автомобилей стал символ форме головы индейца с ирокезом но затем он трансформировался в крылатую стрелу в круге изменилось и название автомобиля теперь он назывался skoda так автомобильный завод в городке млада болеслав с тех пор стал специализироваться на производстве легковых автомобилей под маркой skoda производства велосипедов и мотоциклов прекратилась вовсе вторая мировая война принесла изменения в компанию ориентировав ее на выпуск военной техники после войны skoda была национализирована и монополизировала производства легковушек в 1989 году в чехословакии случилась бархатная революция которая плохо отразилась на делах завода приток в страну автомобилей западноевропейского производства ничего хорошего чешской skoda не принес тогда завод решили продать а самые выгодные условия предложила фирма volkswagen в начале октября 1991 года в истории skoda начинается новый виток когда она вошла в состав volkswagen group и стала четвертой из его участников сегодня автомобильный завод skoda имеет производство по всему миру включая некоторые страны бывшего ссср однако в 2022 году в россии завод skoda закрылся но в 2024 году skoda запускает свое производство на границе с россией в казахстане а именно в кастанае который находится в 160 километрах от границы щелябинской области короче здесь есть машины которые вы больше никогда нигде не увидите только здесь например вот такую skoda vision и 2017 году она не ездит по дорогам здесь стоит а это еще более новое 2019 ее изобрели камеры здесь ну красиво красиво да и сзади камеры в общем это придумали и поставили она вообще ездит она ездит вообще такое чудо она ездит если я саду я поеду на ней она ездит но что мне здесь больше всего нравится это вот skoda супер на здесь самая красивая у нас тоже была когда-то skoda superb тоже такого цвета но выглядела она конечно не так у нас был современный вариант супер а знаете что эмблема skoda считается одним из самых оригинальных и стилистически выдержанных логотипов в мире она впервые введена в 1926 году ее происхождение покрыто тайной изначально это был схематический рисунок головы индейца в традиционном уборе с пятью перьями настоящее время эмблема трактуется следующим образом круг символизирует непрекращающийся производственный процесс стрела точность глаз дальновидность способность к прозрению ну а крылья движение вперед скорость и развитие а вот еще интересный факт об одной из самых популярных моделей skoda слово octavia имеет латинские корни и происходит от октава то есть восьмая чешский автомобиль был назван так потому что именно эта модель стала восьмой выпущенной под маркой skoda после окончания второй мировой войны посмотрите у этого нет зеркал боковых ну там камеры у того желтого нового стоят этого я не знаю где как как она понятно здесь какие-то камеры должны быть где они не поняла вообще нет вообще симпатичный внутри да интересно вот тут камеры и сзади камеры бокам камеры понятно что там ты сидишь машине хотя не знаю мне было бы очень непривычно смотреть не в зеркало а куда-то вперед там ну по стариковски ездим еще в машиной которые зеркала а не камеры ну да точно с ключами приближаешься она открывается вот так skoda из велосипедов ну вот это классика чешская кодиак очень часто встречается эта машина а еще skoda входит в четверку автомобильных марок чья история насчитывает более ста лет итак посетили мы музей skoda сидим не в шкоде сейчас перед шкодой стиле музей стоит 100 крон 4 евро кому кто любит марку skoda конечно рекомендую сюда сходить я не так люблю марку skoda более того у нас была skoda была супер очень красивая модная в то время но что-то она нам не зашла не то что супер не зашла не зашла нам skoda я не знаю мы больше один раз только мы ездили на skoda ну не один раз мы на них часто мы на них все время ездили пока ее не продали просто больше skoda не покупали была у нас супер больше skoda у нас не было сюда мы приехали потому что мне не то чтобы нравятся там моторы всякие история история истории какие-то связанные с машиностроением мне нравится именно история этих людей которые создали легенду и вот сейчас это народный автомобиль вот и о чем еще хочется сказать здесь прям заводишь в музее skoda если вы зайдете вам что у меня в кармане все что угодно ой декоранты жарко вам здесь дадут вам здесь дадут вот такой я не покажу переднюю сторону вам здесь дадут вот такой летачек по-чешски по-русски это для посещение еще рекомендация к посещению еще одного места это не просто место это дом просто деревенский дом казалось бы причем здесь skoda просто деревенскому дому прямое отношение к этому дому skoda не имеет никакого но это шку этот дом skoda выкупила и находится этот дом здесь недалеко в либерецком крае город либерец есть чехии и вот как бы в либерецкой области находится одна деревня не вратиславицу да и в ней стоит этот дом skoda его выкупила сейчас там находится один музей вы можете здесь купить билет стоит 2 евро 50 крон и пойти в этот дом или там поехать купить билет в этот дом чем заменит этот дом а знаменит он тем что в этом доме родился один человек опять повторюсь сашку шкоде он не имеет ни малейшего отношения но это человек фамилию этого человека уверенно знает почти на каждый житель планеты земля фамилия этого человека ассоциируется с богатством с престижем с гламуром вот но я уверена далеко не каждый а точнее даже скорее всего многие люди не знают что этот человек родился в обычной чешской деревне фамилию этого человека даже не такими а именно то что он создал создан легенду тоже знают все но то что он родился здесь не знаю люди которые знают что этот человек родился именно в этой деревне туда приезжают это культовое место в общем мне не так интересен этот дом я не знаю если мы даже сюда поедем посмотрим сейчас мне интересна история история этого человека история того как он пришел к своей мечте как он ее создал и в него действительно интересно то что я знаю что для многих это будет сюрпризом то что он родился именно в чехии вот вот клянусь для некоторых конечно нет и так история одного дома даже не дома история одного человека легенды рожденного в этом доме до гения который создал легенду и это человек родился в чешской республике деревня вратиславец и либерецкий край обычный деревенский дом ну а здесь конечно вот пока мы едем по млада болеслав здесь одна сплошная шкода все связано со шкодой завод огромнейшие много всяких корпусов везде реклама шкода и пришли мы еще в одно место которое находится в лада болеслав называет у нас если лоука то есть сусликовый лук и по идее здесь должны быть суслики очень мимишное место надеюсь суслики еще не перевелись и мы их увидим в общем посмотрим где эти суслики а пока мы ищем сусликов безуспешно хочется заметить что город млада болеслав несмотря на то что он очень небольшой но находится прямо рядом с прагой казалось бы мог бы быть спокойным маленьким городком здесь действительно очень людно очень много людей потому что да градообразующее предприятие делает свое дело очень много иностранцев здесь работает сейчас вообще новый закон приняли о беженцах что такое беженец беженец это человек который здесь ну в случае украинцев который здесь может находиться пока дома небезопасно вот и как только закончится война дается несколько дней на на то чтобы покинуть во всяком случае в чехии это так мне кажется везде так во всех странах то есть люди не имеют никакого никакой уверенности в том что они здесь останутся возвращаться не все захотят понятно вот сейчас приняли нового закона о том что люди которые беженцы они могут здесь остаться получить вид на жительство в чехии не просто беженскую визу визу защиты вид на жительство но это не это не для тех кто не хочет работать или не для тех у кого нет денег вид на жительство это будет от начала двадцать пятого года смогут получить все беженцы которые обеспечены в чехии работой если вы работаете вы можете получить рабочую визу я думаю благодаря этому в городе влада болеслав появится еще больше людей что работа здесь есть всегда и думаю иностранцев здесь на работу берут главное чтоб не заканчивался у мужчин загранпаспорт потому что с этим сейчас тоже проблема но еще смогут остаться конечно в чехии те у кого есть деньги потому что в этом законе тоже так и сказано если вы можете себя полностью обеспечить если вы не сидите на социале не берете помощь в чешской республике тогда добро пожаловать в общем закон закон в принципе да он неплохой для чешской республики рабочие руки и люди с деньгами вот так а кто не хочет работать в принципе тут чехии жить и не сможет ну и у кого нет денег здесь тоже вряд ли сможет остаться ладно а мы пока мы прогуливаемся по месту сусликовому лугу на сусликов здесь упорно не видим в общем я не знаю говорю что здесь прям от сусликов некуда спрятаться но видимо не сезон если увидим то вам обязательно их покажем мы отсюда видим впереди сусликов да 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 там суслик а вот их норки и тут все в этих норках вот и вот там я видел их прям много так что вот еще что есть млада болезлах сусликов скин сусликов ска и поле и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Более того, могилы родителей этого человека, культовое место поклонников того, что он создал, туда там цветы носят постоянно люди, которые любят то, что этот человек создал и пользуются этим. Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Еще в детстве Фердинанд не проявлял интереса к делу отца. Да и к школьным наукам особого рвения не испытывал, но у мальчика был явный технический талант. Отучивший в школе 4 года юный Фердинанд к неудовольству отца решил получить техническую специальность в промышленном училище города Либерец. А потом и вовсе захотел уехать в Вену в поисках счастья. Да, вот здесь видно товар стоит, шкодовки. Вот они стоят по всему мосту. Тут не видно. Там завод. Да, только и там завод. Там завод, тут везде. Нет, это мост только для завода. А, да, мост чисто для завода и на мосту стоят шкодовки. Отец был категорически против. Однако, когда Фердинанд провел в дом электричество и зажечь свет можно было одним лишь поворотом выключателя, отец понял, что сын, очевидно, нашел себя в технике и смирился. Нужно заметить, что еще на долгое время в деревне Вратиславице электричество было лишь в доме родителей Фердинанда. А в 18 лет мечта Фердинанда сбылась. Он поехал в Вену, где поступил учеником на венское предприятие «Объединенные электрические заводы». В этой компании он начал с самой низшей ступени карьерной лестницы, посещая в свободное время лекции по электротехнике в университете. Вскоре Фердинанд стал руководителем отдела испытаний. А в 1898 году 23-летний техник получил предложение от венской придворной компании «Лонер», специализировавшейся на изготовлении карет. И именно в «Лонер» Фердинанд представил новаторскую концепцию автомобиля, на колесах в котором установил электродвигатель мощностью 2,5 лошадины силы. Бензиновый генератор вырабатывал электрический ток, а два электромотора в передних колесах обеспечивали тягу, что было уникальным изобретением, не имеющим аналогов. Проработав в «Лонер» некоторое время, Фердинанд решил идти дальше и уехал в Штутгарт, Германию. Он стал главным конструктором компании «Даймлер» и создал несколько особо успешных гоночных и роскошных автомобилей. Слава о великом конструкторе дошла даже до СССР. Его лично пригласили в Москву, где Сталин ему предложил должность главного конструктора. Но, сославшись на то, что он не хочет иметь ничего общего с политикой, от предложения Фердинанд отказался. Тем не менее, его аполитичность не помешала ему в будущем поддержать Гитлера и сотрудничать с Третьим Рейхом. Да, темные пятна есть в биографии гениального конструктора. В дальнейшем завод «Фольксваген», созданный при активной поддержке Адольфа Гитлера, поручил Фердинанду создание немецкого народного автомобиля. Так и появилась икона автопрома XX века «Фольксваген Жук», дизайн которого Фердинанд позаимствовал у чешской Татры. В 1931 году сбывается еще одна мечта Фердинанда. Он открывает собственное предприятие, ставшее прародителем самой высокодоходной в мире автомобильной компании. Во время Второй мировой войны Фердинандом было разработано шасси для немецкого танка «Тигр». Помимо славы и известности, эта разработка принесла ему еще 20 месяцев тюрьмы. В 1945 году сразу после окончания войны конструктора обвинили в военных преступлениях и арестовали. Отпустили его весной 1946 года, а в 1947 году обвинение со знаменитого конструктора было снято. В 1948 году он вместе со своим сыном выпускает первый собственный автомобиль под своей маркой. 30 января 1951 года Фердинанд умер от инсульта. Созданная им компания к этому времени уже занимала устойчивой позицией в автомобильной индустрии. Его дело продолжили сын и внук Ферри и Фердинанд Порше. Конечно же, несмотря на гениальность конструктора, о сотрудничестве с Гитлером все еще помнят. Да и как такое забыть? Из-за чего? В его родной деревне после длительных споров было принято решение убрать памятную доску с его именем. А на его родном доме над входом висит табличка с именем его отца-жестянщика Антона Порше. Да, в этом доме родился человек с фамилией Порше. И сейчас даже здесь все указатели. Мы пока ехали, видели, что указатели на родной дом Порше. И на входе в этот дом, ну дом уже закрыт, но на входе в этот дом написано вот Антон Порше. Антон Порше это было имя отца Фердинанда Порше. Вот такой домик. Маленький. Но, ну, видят, здесь все. Здесь все связано с Порше. Фердинанд Порше. Фердинанд Порше. Коварно. Может, посмотришь коварно? Кофейня открыт. А, закрыт. Это очень жаль, кстати. Вот такой домик, в котором родился человек с такой гламурной фамилией Порше. Вот. И действительно, ведь не все знают, что Порше родом из вот этой деревеньки. Здесь такой, кстати, красивый вид на гору Ешчет. Есть такая гора в Чехии, называется Ешчет. Вот она перед нами. А на горе одна очень знаменитая гостиница. Вот она стоит. Такая футуристичная. Когда-нибудь, конечно, мы тоже туда съездим. Есть что о ней рассказать. Об этом месте вообще. Ну, вот. И дом человека с фамилией Порше. Вот так там. Но в доме Фердинанда Порше сейчас находится музей, не музей. Ну, не музей Порше, конечно. Музей Порше находится в Штутгарде. Мы не были в музее Порше, мы были в Штутгарде в музее Мерседеса. А что-то я не помню, в чем мы в музей Порше не попали. Вот. А здесь находится, ну, я не знаю, там какие-то... Честно говоря, я бы и не шла. Он сейчас закрыт, но я не собиралась идти в этот музей. Я видела, что там... Эдик, ну, твои ноги здесь. Я видела, что там на интернете. Там железяки всякие, какие-то куски моторов. Ну, что-то, может, интересно для людей, которые любят механику. Я не знаю. Мне это неинтересно было. Но там какая-то машина. Эдик, а что там за машина? Эдик уже драпанул куда-то. Вот. И сюда здесь раз в год, в этой деревне, проходят какие-то праздники, связанные с Порше. Мне кажется, в год рождения, в день рождения 3 сентября, это не только день прощания, это день рождения Фердинанда Порше. Здесь собираются люди, приезжают на Порше. И я не знаю, что они делают на этих Порше здесь. Ну, как-то они раз в год здесь собираются. А что делают люди, которые собираются на Порше? Ну да, они собираются здесь на Порше и ходят там на могилу родителей Порше. А что там за машина стоит в этом? Ты говорил, в этом музее. Электрическая, заводная. Заводная? А гоночная какая-то. Это очень уникальная машина. Единственное, что интересное есть в этом доме, это какая-то гоночная. Которая выиграла 24 часа на Ле-Ман. 24 часа наехала. Ты не знаешь, о чем он говорит. Не знаю. Я же говорю, для меня Порше это крутая тачка. Это знаменитая гоночка. Это знаменитая. 24 часа на Ле-Ман. Молодцы. Короче, ну ты взял бы и объяснил, умник. И прячется в машине. Я думал, что ты знаешь. Сейчас это нормально. Ну, в общем, тем не менее, вот здесь какая-то очень знаменитая машина. Это самое дорогое, что есть в этом доме. А все остальное, ну, какие-то запчасти, какие-то вещи из его детства. И что еще? Что еще я хотела сказать? В общем, там была тоже какая-то уникальная гоночная машина. Но они Порше взяли обратно себе взяли эту машину. А забрали в Порше? Потому что здесь начали очень много пиздеть об этом, что он был фашист. Ну да, здесь была какая-то еще одна машина, которую Порше, фирма Порше, которую в Штутграде забрали себе, потому что здесь очень сильно возмущались, что он фашист. Ну да, он все-таки поддерживал Гитлера. Но того, что он гений, у него не отнять. Все-таки действительно, человек, который не получал образования толком никакого, вот добился таких высот. Вот. Ну, это значит, что не нужно образование. Что? Ну да. В общем, вот так вот. В общем, у кого есть Порше, кто поклонник этой фирмы? Вот истоки здесь. Приезжайте сюда на своем Порше, в Чешскую Республику, в Либерецкий край. И здесь еще, помимо того, что дом Порше, кафе какое-то Порше, ну видите, закрыто все. А еще недалеко отсюда гора Ещет. И вот это место я вам от всей души рекомендую. Вот видите, впереди гора Ещет. Ещетский веселый. Да, Ещетский веселый. Да, я не буду рассказывать подробности. Мы сюда просто когда-нибудь приедем и уже подробно все расскажем, но тоже это место очень-очень мы рекомендуем к тому, чтобы его посетить. Ну, зимой, особенно зимой, поэтому как бы хочу туда поехать зимой и не просто поехать, а переночевать там наверху. Вот. Ну, на этом все. Спасибо, что были с нами и до встречи.